Девушки отдыхают Это синий картофель, это фиолетовый картофель, это красный картофель. Сейчас, на данный момент, на Усачевском рынке у вас здесь на точке нет документов? То есть администрация не знает, почему нелегально люди продают на Дорогомиловском рынке. Правильно я понимаю? Нелегально. Такие милые, ну просто не могу. Ну что за времена пошли? Что ни купи, есть шанс закочуриться. Вот раньше, во времена астралопитеков, нашел ягодку, травинку съел и здоров. А сейчас нитраты, пестициды и прочие химикаты. Вот я и решила проверить картошечку в летучем надзоре и расскажу вам, какую можно есть, а какую нет. Спасибо. Ну а сейчас самое время закупить картофель для лабораторных исследований. Рядом со мной находится представитель лаборатории Савельева Елизавета. Для зрителей напоминаю, что Елизавета всегда ходит с нами для того, чтобы весь товар, который мы покупаем, сразу же специальную сумочку упаковывать и везти в лабораторию. Это для того, чтобы наши проверки для вас были более прозрачными. Елизавета, вот прежде чем мы начнем покупать картофель, мы уже стоим рядом. Вот у меня в руках есть вот такой нитратотестер. И на самом деле мы хотим проверить и этот нитратотестер. То есть мы покупаем картофель, сдаем вам лабораторию, вы делаете анализы. А я сейчас прямо вместе с вами, этим нитратотестером, хочу определить, есть ли нитраты в этом картофеле или нет. Давайте попробуем, но обычно у нитратотестеров очень высокая погрешность. Да сколько высокая? Ну более 20%. Более 20%. Ну мы как раз сейчас это и проверим. Ну и в конце программы мы сделаем сравнение вот этого нитратотестера и результатов лабораторных исследований. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Так, ну что, на самом деле все очень просто. Подходим и берем картофель. Вот, например, картофель, мытые 2,5 килограмма, стоит 229 рублей 90 копеек. Премиум картофель, нижегородская картофельная система. Вот в таком пакетике продается. Елизавет, скажите, а сколько мы будем для лаборатории брать картофеля? Ну нам нужно не менее 2 килограмм. Не менее? 2,5 подойдет. А, подойдет. То есть я для вас. Я включаю нитратотестер, выбираю овощи, выбираем картофель, начать тест и, пожалуйста, картошку. Результат. Проверено содержание нитратов в норме. Больше 30. Так, все, результат зафиксировали. Елизавет, вам даем. Все, упаковываем. Ну что, я думаю, далеко идти не будем. Пожалуйста, берем картофель для жарки. Рядом лежит, да, картофель для жарки. Это кто у нас произвел? Ростовская область, Волгодонский район. Так, ИПшка какая-то. ИП Джвахов Исмаил. Ну что, выбираем картофель. Вставляем. Начать тест. Результат 110. Проверено содержание нитратов в норме. И вот это мы отвезем в лабораторию. Ну и также далеко не будем идти. Тут выбора особо нет. Опять же, выбираю картофель. Вставляю. Начать тест. Ого! Здесь у нас результат 320. Внимание, содержание нитратов повышенное. Вот здесь наш нитратотестер показал повышенное количество нитратов. Давайте посмотрим, что за бренд. Картофель фас 5 килограмм. Картофель ботанический сорт гала или гала, наверное. Изготовитель ООО. Производственная компания Нижегородская картофельная система. Много в Нижнемного. Я смотрю, картофеля. Ну что ж, берем именно вот эту, я думаю, сетку, да? Да. В большом гипермаркете мы взяли три вида картофеля. И еще два мы решили закупить на рынке, конечно же. Потому что считается, что на рынке все хорошенькое. Конечно. А вот и проверим, где лучше. Все, спасибо огромное. Давайте я вам помогу застегнуть. Да, давайте. Кстати, знаете, по какой причине у этой картошки показал большое содержание нитратов? Потому что она грязная. Нитраты – это же у нас с вами удобрение пекального типа. Ну а мы приехали на Дорогомиловский рынок, чтобы купить картофель, который продают на рынке. Я думаю, что он здесь будет, конечно же, подороже. Но мы будем выбирать самый симпатичный, какой нам понравился, да? Да. Ну вот, смотрим. Ну вот, есть картошка. Хороший картофель. А кто продавец? Или сразу все разбегаются? Продавца нет. Продавец бежал, да, или где? Ну, выглядит вроде симпатично, да? Надо молодой картофель. А кто продавец картошки? Здрасте, а как вас зовут? Джавид. Джавид, скажите, а откуда у вас картошка? Краснодар. Хорошенькая? Молодая. Сколько стоит? 40 рублей. За килограмм? Да. Не против, если я ее проверю на количество нитратов? Пожалуйста. 40 рублей – это хорошо, ребят. Это отлично. Для молодой картошки это как-то очень дешево. А что так дешево продаете молодой картофель? Нормально, хватает. Хватает? 30 рублей по плану. Ну, ладно. Выбираем картофель. Значит, в Краснодарский молодой картофель начать тест. На самом деле, эти тесты в какое-то время были очень популярны. Так, ну что, 270. Внимание, содержание нитратов повышенное. Посмотрите, у вас тут нитраты. А что такое вообще нитраты, вы знаете? Ну да. А что? Ну, это 270, не понимаю. Это много, да? Да, видите, написано, содержание нитратов повышенное. Тогда не будем продавать, это поменяем. Другой картофель готов. Ну, я на самом деле еще не знаю, вот этот работает, хорошо он или нет. Ну, я тоже. Хотите проверить? Как это проверить? А вот я сейчас куплю у вас картофель, а потом мы еще в лабораторию сдадим и узнаем. Ну, врет, вот нитрата тестер, в лаборатории, может, она хорошая у вас. Не знаю, как хотите. Что, будем покупать у вас? Как хотите. Хочу, хочу. Два килограмма мне взвесьте. Так, держите. 80 рублей. Пожалуйста. Берем картофель, кладем в специальную сумочку. А еще нам нужен товарный чек, чтобы знать, кто происходит. И будьте добры, нам, пожалуйста, товарный чек. На кладной, мам. Ну, давайте, да, официально, чтобы было. Скажите, пожалуйста, а какое ИП продает? От кого? Вот здесь вот, от кого? Вы ИП же, правильно? Напишите, как вы называетесь, а то мне от официальной организации нужно картошечку-то. Так. Магомед. ИП Магомед? Магомед. Или вы сейчас только придумали это? Нет, Магомед имя. ИП зовут. Так вы ИП или какая организация? ИП. ИП? Да. ИП Магомед? Нет, Магомед. А как? Сейчас я подвозусь. Давайте, вы скажите мне правильно, пожалуйста. Магомед написал, и все. А потом еще и свечи, где картофель плохой был. Обожаю, да? Это просто фантастический. Фантастический. Мы находимся на Дорогомиловском рынке. Значит, ряд 142C места. Здесь купили картошку. Ну, что там у нас? Хазанку сделать. Так, ребят, пока ждем хозяина. Надену-ка я перчатки. Все-таки безопасность. Это важно. Все в перчатках. Я тоже должна. Да? Все трогаем тут. Не тратят тестером своим. Дышим. Мы ждем достаточно долго, чтобы не тратить время. Номер рядом мы сняли на Дорогомиловском рынке. Мы взяли вот такую филикену грамоту накладную. Надеемся все-таки, что хозяин придет. Ну, для того, чтобы у нас хоть какой-то документ был. Вот. Ну и пойдем дальше покупать картошку, потому что время у нас не резиновое. А, ну давайте вот здесь. А кто-то? Ваша? Сейчас придут. Сейчас придут? То есть могу подходить, брать, уходить, да? Да, можно, да. О, здрасте. Здравствуйте. Вот, молодец. Как вас зовут? Эдик. Эдик, скажите, откуда вот эта картошечка? Азербайджан. Азербайджан? Да. А, хорошая картошка? Очень даже. А сколько стоит? 150 килограмм. За килограмм? За килограмм. Дороговато. Молодая картошка? Да, молодая. Вы не против, если я нитратотестером ее измерю? Конечно, можно. А вы знаете, что такое нитратотестер? Да, знаю, конечно. А вообще люди подходят сюда вот с такими приборами? Да. Подходят прям, да? Да, 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 подходят. И как, и что обычно у вас тут? Привирают. Привирают? Посмотрят, если норма возьмет. И вы не против, да? Да, конечно. А вот этим вообще нитратотестерам можно доверять? Да, конечно. Уверены вы, да? Я вот не уверена на самом деле. Я не знаю. Вот у меня сейчас, например, представитель лаборатории, вот они, когда уже продукт берут в лабораторию, вот только тогда можно про продукт что-то сказать. Несколько клиентов есть, они проверяют, да, покупают. А, спасибо. А как я, через пакетик или вы мне поможете, откроете? Можно, да? Да, да, да. Уверены? Да. Посмотрите, а то я проткну. Да, да. Так, начать тест. Слушайте, ну у вас все хорошо. Результат 100 проверено, содержание нитратов в норме. Да. Так, ну что, давайте мне 2 килограммчика. Хорошо. Интересно, это было 40, а это 150. Да, такая разница серьезная. Все молодые. Держите. Так, все, картошечку мы взяли. А вы дадите нам какой-то чек товарный? Накладимок записать. Здесь колхозный, по крайней мере. Давайте. Тоже подойдет. Прошу обратить внимание на людей, которые стоят сзади. Видимо, это администрация рынка, которые ходят за нами все время. Вон там вдвоем. Один в розовый, другой в синенькой. Я обожаю руководителей рынка, потому что они никогда не признаются. Даже если ты подходишь к ним, они говорят, мы никто, мы никто. Ну как так, занимайте посты, да? Уважаемые ребята, перестаньте снимать на нашем рынке, да? И все время не признаются, что они администрация. Почему, непонятно. Да, это 115-е место. Напишите, пожалуйста, ИП или что вы, какая организация вы здесь продаете? ИП, а вот кроме ИП, должна быть фамилия, название. Просто ИП не бывает. Такие милые, ну просто не могу. Просто Магомед и ИП. Администрация Драгомиловского рынка, как у вас вообще здесь все работает? Магомед. Тоже Магомед, только Магомед. Потому что у нас и фирма такая. Фирма у вас такая? Наша фирма, он, да. А, да? Да, да. Магомед. Все, не, 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 не. Можно? Тогда получается. Можно, да. У нас Могомед и Магомед. Фирма Веников не вяжет. Хорошо. Место сняли, Драгомиловский рынок, отдаю чек, печати нет. Хорошо, спасибо. Смотрите, летучий надзор, узнаете, хороший ли у вас картошка или нет. Спасибо. Я здесь администратор. Ага. А, ну мы вам потом предоставим. А как вас зовут? Евгений. Евгений. Вот у меня такой вопрос, Евгений. Мы к двум точкам подошли, картошку просто покупали. Хотим узнать вообще, картошка хорошая или нет. Хорошая, покупайте. Спасибо огромное за ваше мнение. Ни одна точка не дала. У вас маски нету, у вас маски нету. Хорошо. Хорошо, давайте так. Ни одна торговая точка не дала накладную. Вы можете кричать. Почему накладных не дают люди? Нет, даже не знают, с какими ИП работают. Не могу ответить. Наверное, вы были без маски, наверное, а так все нормально. У нас есть накладные, все есть. Слушай, если бы они были, ИП бы были, их бы предоставляли, по крайней мере, когда покупатель покупает. Наверное, плохо искали. Покупатель не должен искать, ему должен выдавать продавец. Не знаю. То есть администрация не знает, почему нелегально люди продают на Дорогомиловском рынке. Правильно я понимаю? Легально продают. Если бы легально продавали, мне бы давали накладные с печатью и названием ИП. Давайте я вам дам. А мы у вас, к сожалению, ничего не покупали. Мы вот там покупали, нам ничего не дали. А вы мне расскажите, девушка с лабораторией. А вы сначала ответьте на мой вопрос. А я первая задала. Давайте не будем играть в поддавки. Администрация должна знать на самом деле, почему работают нелегально люди. Покажите накладные. Мне не нужна накладная ваша, я у вас ничего не покупала. Давайте я покажу, как должна выглядеть накладная. Вот так должна выглядеть накладная. Должна печать стоять. Должна стоять от кому, кого, ИП и так далее. Нам не выдали. Спасибо огромное. Вот так хочется, чтобы у МАУ администрация работала вообще. Очень жаль на самом деле, что вы так халатно относитесь к своей работе. И к тем людям, которые приходят на Дорогомиловский рынок и покупают у ваших продавцов продукции. Очень жаль. Вам должно быть стыдно. Ну что, мы с Лизой закупили еще два вида картофеля на Дорогомиловском рынке. Купили в разных торговых точках. Лиза, я отправляю вас в лабораторию. Спасибо огромное. Она грузила вам полные сумки. Да, спасибо огромное. Ну а мы отправляемся узнать у людей на улицах. Вообще знают ли они, что такое нитраты, нитриты. И с чем их едят. Ребята, мы давайте с вами поболтаем. Так, давайте вдвоем, давайте. Ну что, давай. Ну ладно, давай, струсил он. Привет, тебя как зовут? Меня Федор зовут. Федор, привет, меня Лена зовут. Я знаю. Ты знаешь, что такое нитраты? Физика, да. Пестициды? Не, не знаю. Ничего не знаешь об этом? Не. Ты не знаешь, что они бывают в овощах, фруктах, как от этого избавляться? Вообще ничего не знаешь. Рассказать тебе хочешь что-то? Ну вот смотри, есть нитраты, которые преобразуются в нитриты. И вот они, как правило, находятся в овощах и фруктах, которые ты ешь. Понятно. При больших количествах они очень вредны. А пестициды – это вообще химические вещества, которые используют агрономы для того, чтобы избавиться от всяких вредителей. И они тоже очень вредны. А ты чем занимаешься вообще по жизни? В кадетском корпусе учусь. В кадетском корпусе? А чем вы там занимаетесь? Маршируем. Маршируете? И все? Да, ну учимся, маршируем там. Все. Девчонки, привет, поболтаете со мной? Лена Летучая меня зовут. Девчонки, вы знаете, что такое нитраты и пестициды? На самом деле как-то нет. Ни разу не слышали? Слышали, но именно что такое, не знаю. А что такое вообще не знаете? Нет, нет, нет. А ты тоже не знаешь? То есть вообще ноль? Что они находятся в овощах, фруктах, что когда вы едите какие-то? Ну, как-то нет. Ребят, поболтаете со мной, Лена Летучая? Мы сейчас болтаем, очень круто. Ой, какие вы активные. Ну, давайте. Как вы зовут? Меня Сергей зовут. Сергей. Меня Павел зовут. Павел. Алексей. Алексей, давайте к парням, что я не кусаюсь. Ребята, вы слышали что-нибудь про нитраты и пестициды? Ну, нет, это что-то из химии, да, я так понимаю? Ну, не знаю. Как это? Как это из химии? Да, действительно, это очень плохо, я считаю. Да, и нитраты, и пестициды. У меня сам бабушка в деревне, да, чуть-чуть к ней езжу из Липской области, вот, и мы пестицидами не пользуемся. Приезжайте в Липскую область. А, то есть вы знаете, что пестицидами, а что делают пестицидами? Ну, в промышленных масштабах, наверное, увеличивают урожайность, вот объемы и так далее. Короче, позволяет зарабатывать чуть больше, нежели без пестицидов. Ну, на самом деле, пестициды – это химические вещества, которыми убивают вредоносных всяких, да, жуков-пауков. А вы знаете что-нибудь про нитраты? Ну, про нитраты я только слышал на уроке химии. А, а что это такое? Что-то запомнили? Химические вещества, которые убивают, скажем так, микробов, не знаю. Кого убивают? Чего-нибудь. Чего-нибудь убивают? Да, я вот с химией вообще не дружу. Ну, хотя, понимаете, где вообще эти пестициды и нитраты водятся? Где? В коровах, в помидорах. Ну, это растения, конечно, помидоры, вполне вероятно, вряд ли в корове, хотя, если обрабатывали и пастбище, то вполне вероятно, что какие-то остальные единия, вполне вероятно, да. Как вас зовут? Меня Ибрагим зовут. А вы откуда? Скабодина, Балкария, город Нальчик. Ага, не бывало, наслышало. Очень красивый город, очень много красивых мест, голубые озера, Чигемские водопады, горячие источники. Вы в туризме работаете? Нет. Вот так, например, хорошо. Очень красиво у нас. Вы знаете, что такое нитраты, нитриты и пестициды? Нет, честно, без понятия. Вообще не знаете? Нет. Ребята, можно поболтать с вами? Лена Летучая меня зовут. Пару вопросов. Да? Не против вы? Как вас зовут? Андрей. А вас? Наталья. Ребята, вы что-нибудь знаете про нитраты и пестициды? О, Господи. Почувствуй себя тупой. Не, на самом деле не все знают. Расскажите. А вы нет вообще? Не особо, да. Не особо знаете? Ну, нитраты – это соль, азотные кислоты, которые в организме человека перерабатываются в нитриты, и они, на самом деле, при очень большом потреблении через овощи и фрукты вредят организму, повышают онкологические заболевания, аллергии всякие и так далее. А пестициды, на самом деле, это химические вещества, которые в агропромышленности используются для того, чтобы бороться со всякими жучками, паучками, чтобы урожай сохранить. И вот они как раз тоже очень вредны, если в больших количествах употреблять. Спасибо. Ну, такой экскурс. Спасибо вам за то, что… Спасибо. Как вас зовут? Дмитрий. Дмитрий. Полина. Полина. Это все настоящее? Конечно, мои татуировки все настоящие. Я ваша очень далекая фанатка. Далекая фанатка? Как ты как? Я вас давно видела на телевизоре еще. Вы у меня остались в приятном воспоминании. Хорошо. Ладно. Парочку вопросов. Все очень просто. Слышали ли вы когда-нибудь что-то про нитраты и пестициды? Да. Ну, рассказывайте. Ну, это обработка продуктов. А фруктов и овощей? Да. Фруктов и овощей обработка. А зачем поливают их? По-моему, чтобы не было жуков вроде бы как, если я правильно помню. Да, это пестициды, действительно, химические вещества, которые… Чтобы яблоки сохраняли свою яблочную всю форму, не увидали, не усыхали. Хотите, дам совет. Что нужно делать для того, чтобы избавиться от пестицидов и нитратов? Давайте, мыть. Вот когда вы купите ваши яблочки или перчики, вы их в воду, ну, в такой, знаете, кухонный какой-то, в тазик, да, и соду, и полежать 10 минут. Как вас зовут? И я, Сабина. Девчонки, вы когда-нибудь слышали что-то про нитраты или пестициды? Про пестициды слышали. Рассказывайте. Это такие химические средства для борьбы с вредителями и всякими… Я извиняюсь, исламские диски не нужны? Нет. И борьбы для борьбы с болезнями растениями. А что такое нитраты? Нитраты – это такие вещества, которые содержатся во фруктах, в овощах. Вы знаете? А давайте, подскакивайте сюда. Давайте. Вас как зовут? Меня зовут Герман. Нитраты калия, натрия, они нужны для того, чтобы выращивать, ну, повышать урожайность продуктов, но при этом нитраты влияют не очень хорошо на экологию. А почему не очень хорошо на экологию, а на организм, ну, на нас, вот тех людей, которые… Ну, и на организм, потому что содержится азот в какой-никакой степени. А вы чем занимаетесь? Я химик. А, вы прям химик, да, будущее, я так полагаю? Будущее, да. Можно с вами сфотографироваться, пожалуйста? Ну, коли же вы мне ответили на мой вопрос, конечно же, да. Ну что, друзья, в принципе, что такое нитраты, нитриты и пестициды, нам из молодого поколения ответил только один химик. В принципе, люди вообще не имеют понимания, что это такое, с чем это едят, где это. Я думаю, для этого мы и делаем летучий надзор, для того, чтобы рассказывать людям об опасности, которая подстерегает их на кухне, в тарелочке с фруктами и овощами. Ну, а мы полетели дальше. Как выбирать картофель на рынке? Ну, или в магазине? Непонятно. Я решила познакомить вас с агрономом Михаила. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Который нам и расскажет. Михаил, на какие вещи нужно обращать внимание, когда вы видите картофель на рынке, в магазине? Какую картошку точно не стоит брать? А на какую стоит обратить внимание? Ну, прежде всего, конечно же, первая половина лета – это так называемый молодой картофель. Наиболее дорогой, наиболее вкусный. Конечно же, его выбирать нужно по внешнему виду. Естественно, молодой картофель, его выкафают примерно через 2-3 недели после цветения картофеля. Я буду вас потихоньку перебивать. Вот смотрите, вот подходишь на рынок, да, там большой картофель. Ты говоришь, хороший картофель? Говорит, да, хороший молодой. А как понять, молодой он или нет? Вот он должен выглядеть как? Вот давайте вот сюда подойдем. Вот так он должен выглядеть? Как такой гладенький, маленький, хорошенький картош? Или вот такая картошка тоже может быть молодой, например? Вот это – это молодой картофель. Его можно по внешнему виду сразу же определить. Вот здесь вот видно, что шкурка, она еще молоденькая, она еще не сформировалась. Она еще отшелушивается в процессе уборки и транспортировки. Вот это именно молодой картофель. Его выкафают через 2-3 недели после цветения. То есть это еще не сформировавшаяся картошка. Это тоже. Вот сразу можно посмотреть. Вот видите, шкурка вот отделяется. Вот. Он не может храниться именно поэтому. Он небольшой, потому что он еще не полностью сформировался. Именно поэтому молодой картофель, он дороже обычного полностью созревшего. По мне, это какая-то большая картофелина. Это небольшая картофелина. Если картофель размером с кулак или больше, вот это уже нужно насторожиться. Потому что молодой картофель, он еще не полностью вырос, а уже вот такой большой. Значит, скорее всего, были внесены повышенные дозы нитратных удобрений. Азотных удобрений, основой которой являются нитраты. Нитраты – это нехорошо. Повышенное содержание нитратов. То есть вот в таком картофеле в нем нитратов нормальное количество. Если он большой, молодой картофель, то там, скорее всего, превышение нитратов. Подкормили, значит. Потому что фермер внес большое количество азотных удобрений, урожай больше, прибыль больше, но покупателю хуже. Потому что нитраты, они вызывают, ну, поменьше-менее расстройство желудка. Ну, кто ел незрелые яблоки или ягоды, тот знает. Повышенное количество нитратов – это не полезно. Но и без нитратов тоже нельзя. Это основа всех белковых соединений. Поэтому количество нитратов должно быть в норме. Ну, обычно это меряют либо нитратометром, либо просто обращают на внешний вид. Молодой картофель никогда не может быть очень крупным. Там уже полностью созревший, зрелый картофель, там, да, он уже может быть размером с кулак или чуть побольше. Это зависит от сорта. Чего не должно быть, не знаю, внешне? Мы поняли уже, что если очень крупный картофель, надо остерегаться. Чего еще нужно остерегаться при выборе картофеля? Внимательно нужно рассмотреть, нет ли здесь каких-либо зеленых пятен. Зеленых частей. Это означает, что картофель каким-то образом либо рос на поверхности земли, то есть в присутствии солнечного света, либо хранился неправильно, где-то мешок прозрачный, лежал на солнце и начал вырабатываться алкалоид солонин. Он тоже ядовитый, тоже может привести к расстройству желудка. Естественно, если у вас есть выбор, то позеленевший картофель лучше не брать. Лучше не брать. Ну, если уж вы купили, и там небольшое пятнышко можно отрезать. Если пол картофельное интенсивно зеленого цвета, выбрасывайте, вы отравитесь. А где лучше покупать картофель? На рынке или в магазине? Ну, если у своего поля нет, чтобы вспахивать и свой растить. Дело в том, что и магазины, и рынки очень часто берут свою продукцию на одних и тех же базах. Поэтому, может быть, на рынке более красиво разложено, а по качеству здесь судить нельзя. На рынке может быть точно такой же, как и в магазине. Ага. Интересно. Так, значит, мы остерегаемся слишком больших размеров, зеленых пятен. Очень часто бывает, что картофель проросший немножко, то есть уже... Совершенно верно. Вот если картофель вдруг проросший, и вам говорят, что это молодой или ранний картофель... Врут! Этого ни в коем случае быть не может. Это бывает только после длительного хранения. Ага. Вот мы сейчас очень часто говорим про нитраты, про нитриты. Возможно ли вообще сейчас, ну, вас как профессионала спрашиваю, вырастить хоть что-то без нитратов, нитритов, и можно ли от них как-то избавляться? Что касается нитратов, то это соли, азотной кислоты. Это обязательный элемент при построении белков. То есть без нитратов невозможно рост растения. Другое дело, что растение, оно как неразумный ребёнок. Вот ему сколько внеси питание, столько оно и съест. И, к сожалению, будет наблюдаться превышение. Оно не сможет его трансформировать в белки или в какие-нибудь другие продукты для своей жизнедеятельности. То есть вопрос только количества, правильно я понимаю? Да, естественно. Нитраты обязательно есть в каждом фрукте, в каждом овоще. Более того, они нужны и человеку, потому что наши белки нашего тела тоже формируются при помощи соли, азотной кислоты. Вы сейчас для меня как Колумб в Америку открыли. Действительно? Да, естественно. Интересно. Другое дело, что чувство меры должно быть. А вот пестициды? Что касается пестицидов, к сожалению, современное промышленное производство невозможно без применения пестицидов. Другое дело, что у каждого пестицида, то есть яда химиката, который борется с вредными насекомыми или с болезнями, у него есть свой срок разложения. Ну, как правило, он составляет 2 или 3 недели. Иногда больше, иногда меньше. Именно поэтому их нужно вносить фермерам очень аккуратно, то есть за определенное количество времени до уборки. Но иногда случаются такие ситуации, что вот, допустим, нужно через 2 недели убирать урожай, а вдруг какой-то жучок-паучок начал его уничтожать. Что делать фермеру? Пестициды, да, начинают? Либо нести убытки и быть честным фермером, но бедным, либо начать обрабатывать пестицидами, сохранить свой урожай, но в урожае будет повышенное количество пестицидов. Вообще же, в любом фрукте и овоще обязательно сейчас есть остаточное количество пестицидов. Они определены санитарными нормами и считается, что их количество не вредит здоровью. Но превышение, оно как раз приводит к тому, что здоровье нарушается. От пестицидов можно как-то избавиться? Например, после себя подстраховать, что-то купил, да, какой-то фрукт, овощ, и подозреваешь, думаешь, ну вот хочу все-таки, чтобы хорошенько, чтобы обладать, как курицу. Вот в марганцовке вымачивают, знаете, вот плохую, я же насмотрела из своей прошлой программки, они ее несколько раз замачивают, замачивают, и вроде как, знаете, все отходит. Вот есть какой-то такой народный рецепт, как от пестицидов избавиться, например, в картофеле или в другом каком-то овоще или фрукте? Ну, в картофеле, наверное, сложновато, поскольку он находится под землей, и если применяют так называемые системные пестициды, которые по всему растению распределяются, то они попадают и в картофель тоже, и находятся, то есть внутри картофеля. Что касается плодовых, плодов и ягод, то их часто обрабатывают просто непосредственно, попадают, да, сверху. И если мы их перед тем, как есть, замочим там на 15-20 минут просто в воде, то часть пестицидов, которые находятся снаружи, она растворится и уйдет. Ну, в качестве поверхностно-активного вещества можно добавить обыкновенную соду. Соду, я только что хотела сказать, да, что я, например, соду добавляю. Да-да-да, ну, можно, конечно, мыло, но тогда это будет проблематично, может остаться какой-то запах или вкус. Вот, а так вот 15-20 минут, и, в принципе, потом хорошенько промыть, и какая-то часть пестицидов, она улетучится. Улетучится, пестициды улетучатся, мне кажется, на этом и закончим, а я сделала для себя самый главный вывод, а лучше выращивайте все сами, да? Самим тоже невозможно выращивать без пестицидов, увы, увы. Сейчас мы идем рядом с одним из самых дорогих рынков Москвы. Мы заходим на Усачевский рынок, иду проверять овощи и фрукты. Значит так, вам для справки сразу, чтобы вы понимали. Если овощи и фрукты были завезены за границей, значит, должен быть сертификат соответствия. Если эти овощи и фрукты были выращены на территории России, обязательно справка с хозяйством. Конечно же, у всех продавцов должны быть медицинские книжки. И если, например, это перекупщики, то есть они покупают продукты где-то на другом рынке, то обязательно должны быть, ну, хотя бы накладные. Я надеюсь, что на этом рынке, ну, хотя бы, знаете, один раз в жизни, ну, будет все хорошо, да? Верите в это? Верите? И я верю. Ну, поехали. А вот давайте вот сюда. Смотрю, здесь такие активные ребята. Здравствуйте. Здравствуйте. А кто хозяин, богатство? Кто продавец? Ну, все здесь продавцы. Все продавцы? А кто самый смелый со мной поболтать? Я уже на вас смотрю, мне кажется, у вас нет шанса. Вот, по-моему, парень. А, пацан, хорошо. Здравствуйте, как вас зовут? Аяс. Аяс. Ваше богатство вы продаете? Да, продаем. Хочу увидеть документы на овощи и фрукты. А, сертификация? А откуда у вас все? Ну, сейчас все не издалека. Откуда? Вот это за те дни, сегодняшняя еще, наверное, кризисла. Черешня откуда? Вот это бакинская. Бакинская, значит, сертификация ответствия. Да? Ага. Давайте сразу я буду вот так показывать. Вы мне сертификат соответствия на черешню. Нет, это медицинское заключение. У нас сертификатов не имеется на них. А почему? А как же ввозили из Баку? Это же Азербайджан. Ну, это надо, наверное, разговаривать с теми, кто продает на базах. Хорошо. Хорошо, покажите, пожалуйста, документы, овощи какие-то, на помидорки. У нас такое медицинское заключение. А что за медицинское заключение? О том, что у нас продукты без содержания всяких нитратов и ГМО. Это вот местное, да, то, что на рынке выдают? Да, вот при рынке, да. Все азербайджанское, да, получается? Нет, 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 есть армянские абрикосы, инжир. Армянские абрикосы, инжир. Тут шелковица, клубника, алуча, груши. Это откуда? Клубника, Крым, алуча, Армения, вот розовая черешня, Армения, груши, Армения. Слушайте, Азербайджан, Армения и так далее, на это все нужно сертификат соответствия. Вы должны это знать. Мы об этом знаем, но никто нам об этом не выдает, как бы. В смысле, если завозите овощи? Ну, те, кто завозит, они не заморачиваются, они не предоставляют нам. А вы, получается, просто перекупаете, да? Да, а что нам еще делать? А я не знаю, ну, это нормальная история, можно перекупать, можно не перекупать, тут такой, можно выращивать, знаете? Я обычно на вас смотрю, сейчас с вами общаться немного страшно, но стараюсь. Да перестаньте, не кусаясь, видите, только документы проверяю. А, а еще, пожалуйста, можно вы тут стоите же продаете? Медицинскую книжку, пожалуйста, дайте. И вашу, пожалуйста, медицинскую книжку покажите. Вы вот так сделали, потому что у вас ее нет? Есть. Есть? Есть, есть. Ну, показывайте тогда. С собой нету. С собой нету? Нет, есть, 100 процентов есть. Слушайте, если с собой нет, она должна быть здесь. Да, вы правы. Вы правы. Сертификатов нет, медицинских книжек нет. Ребят, ну что такое? Усачевский рынок один из самых дорогих рынков Москвы. Должно быть. Не, мои родные. Если не показываем где-то дома, значит нет. Все, мы это знаем. Эту сказочку мы уже не один год слышим. Сейчас принесет, да? Эти фоткарпроекты посмотрите, есть медицинские. Все. А, девочка, все. Если есть, отлично. Здравствуйте. Можно с вами познакомиться? Само нет. А? Нет. Почему? Я покупатель на Усачевском рынке. Хочу увидеть документы на вашу продукцию. На это право имеет каждый покупатель. Покажите, пожалуйста. Хочу помидору у вас взять, но хочу быть уверена в том, что они хорошие. И вот продавец. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы хозяин вот этого всего, да? Нет, продавец, не хозяин. Хорошо, продавец вы? Да, да, да. А как вас зовут? Асеф. А, очень приятно. Асеф, меня зовут Елена. Очень приятно. Скажите, пожалуйста, откуда вы все это везете, всю эту красоту? Ну, с разной стороны приходят. Вот помидоры, например? Краснодара. Краснодар. Абрикосы? Армения. Армения. А можно мне, пожалуйста, справку на помидорчики и сертификат соответствия на абрикосы? Сертификат нет, но так есть лаборатория проверена, у нас данный анализ. Только лаборатория бумага. У вас у всех только... Откуда вы это берете? Вы тоже перекупщики, да, получается? Да, конечно. Ну, на базу уже не дают сертификаты, которые товар оптом продают. А вы запрашиваете? Ну, мы интересуем, но просто время такая, что пока как будто вот краснодарский товар, никакой сертификат не надо. Не, сертификат на Краснодар не надо, на Армению нужен. На Армению он не знает. Казань, он знает, может, его есть. Он сейчас не здесь просто находится. Все, я поняла. Медицинская книжка есть, потому что вы здесь, вы продавец. Да, конечно. Будьте добры, пожалуйста. А у меня далеко. У тебя близки? У меня близки. Да, сейчас останусь. Нет, нет, мне ваша нужна. Вы продавец, я хочу видеть вашу. Я сейчас отойду, принесу тогда через 15 минут. Меня надо освободить. Я с тобой не могу это сказать уже. А почему вот у вас нет их вот здесь, рядом в карманах? Потому что люди ходят, люди могут спрашивать. И то, что люди у вас не спрашивают сертификат и справку каждый второй, это не значит, что она должна быть где-то у вас дома лежат. Тем более медицинская книжка. Не дома, а здесь на работе. Почему дома? А что мне 15 минут ждать? Я хочу спросить, она у вас должна быть тут, как тут. Ну ладно, в следующий раз будем знать. На данный момент ни сертификата в соответствии, ни справок с хозяйством. Мы ни у кого не увидели. Единственное, что есть у этих продавцов, это справки местного сачевского рынка. Ну что, нашел? Сейчас я могу вам принести, просто дома никто не отвечает мне. А почему ваша медицинская книжка дома? Я просто здесь через дорогу живу, я не ношу документы. Хороший мой, дорогой мой, все должно быть здесь, вы здесь торгуете. Да, конечно. Если вы ее мне не показываете, я считаю, что ее нет. Не, я приношу сейчас, хорошо? Фигеть. Здравствуйте, хочу с вами от Желик познакомиться. Добрый день. Меня Елена зовут. Добрый день, Елена. Смотрю, продаете овощи и фрукты. Да. Как дела идут? Все прекрасно, все хорошо. Все прекрасно? Да. Откуда возите все или перекупаете? На футсити. На футсити берете? Да. А черешня откуда? Узбекская. Узбекская. Ага. А вот помидорки? Помидоры Азербайджан. Документики дадите мне? Ведсправки все есть. Но мне не только ведсправки нужны, сертификаты. На то, что завозится в Россию, должны быть сертификаты. То, что выращивается здесь, справочки. В хозяйстве. Это все на футсити. В смысле? Все на футсити мы берем. И справки тоже там берем. То есть сейчас, на данный момент, на Усачевском рынке у вас здесь на точке нет документов? Почему? Они есть. Нет. Предоставьте. Я покупатель. Хочу купить томаты. Сейчас это ведсправки села начальника. Медицинская книжка есть у вас? Медицинская есть. Будьте добры, покажите, пожалуйста. Я как покупатель имею право. Ой, мне за ней надо идти. Да я как бы в ужасе. У меня слов нет. Мы находимся на Усачевском рынке, и ни у кого нет документов. Будьте добры, скажите, где администрация рынка? Когда я заходила на рынок, я сказала слова. Может быть, будет хоть один рынок, где будут документы на продукцию, которую продают. Я в ужасе, потому что здесь просто нет никаких документов. Надеюсь, что сейчас мы найдем. Идем в администрацию. Найдем или нет, не знаю. Без перчаток работает плохо. Будьте добры, подскажите, а где администрация сидит? Вот прямо, вот прямо. Спасибо большое. Что-то подсказывает мне, знаете, вот такое чутье есть, что никого там нет. Или спрятались. Ставлю тысячу, что не откроют. Блин, неужели проиграла? 18.45, администрации на рынке нет. И, видимо, они не в курсе, что у них работают работники без медицинских книжек, без документов на продукцию. И, в принципе, даже эти люди не знают, что такое документы, и какие документы они должны иметь при себе. Я? Я выиграла тысячу рублей. Причем, я вас уверяю, людей из администрации мы видим. Они ходят рядом с нами в масках и боятся признаться, что они администрация. Так было не раз. И в этот раз, я думаю, та же самая история. Ну что, разочарованию нет предела. Ну что, выходим с Усачевского рынка. Я подошла к пяти продавцам в пять точек торговых. Мне не предоставили никаких документов на овощи вообще. Ни одной медицинской книжки на Усачевском рынке мне не показали. Дома, на работе, на складе, в раздевалке, где угодно. Но только не на рабочем месте. Администрация Усачевского рынка к нам даже не подошла. Найти мы их не смогли. На дверь они, на мои звонки, дверь они не открыли. Вот это, ребята, отношение к вам, к покупателям на Усачевском рынке. А сейчас я хочу сделать официальное заявление в Роспотребнадзор. Дорогие друзья, Усачевский рынок, обычный будний день, 18 часов зашла. Никаких документов мне не предоставили. Ни на фрукты, ни на овощи, ни медицинских книжек нет. По-моему, здесь нужно провести проверку. Друзья, вы знали, что кроме хорошего, плохого картофеля и пророщенного, бывает еще красный, фиолетовый, синий, оранжевый. Я хочу представить вам своего друга Костю. Костя, привет. Привет. Как дела? Замечательно. Лето, мы с тобой устроили пикник почти в центре Москвы. Ну, что может быть лучше? Эксклюзивный пикник. Знаешь почему? Давай. А ты посмотри, что перед тобой. Я пока даже не уверен, знаю ли я, что это за... Это все картофель? Это картофель? Это все картофель. Это батат, это синий картофель, это фиолетовый картофель, это красный картофель. Слушай, ну синие, это прям какой-то очень хайповый цвет. Прям вот, я никогда не видел такой картофель, батат – да, но это первое. Я тебе больше скажу, я тоже никогда не видел такой картофель. Просто мы снимаем программу про картофель, мы очень много всего прочитали, и мои продюсеры, не знаю, тут из Кемерово везли вот этот весь картофель, потому что, ну, действительно, его сложно достать, но он есть. Ну, мне остается вам только доверять, потому что, конечно, сам без вас бы я побоялся бы. У тебя выбора нет, у тебя придется довериться. А я предлагаю, я взяла вилочки, это твоя, она чистенькая, предлагаю пробовать и рассказывать свои ощущения, похож ли этот картофель на обычный, ну, картофель, к которому мы привыкли, а здесь комар. А мне не жалко, знаешь. Не жалко тебе? Я опустил. Ну, ладно, в следующий раз не буду предупреждать о кровососе. Так, ну что, начнем с красного. Давай попробуем. На самом деле, конечно, удивительно. Я не знаю, для чего выводит такой картофель, но выглядит классно. Ты бы покупал, ой, а на вкус как обычная картошка. Да. Я тебе хочу сказать и всем зрителям, на самом деле, очень интересная информация. Овощи, которые имеют красный, синий, фиолетовый и оранжевый цвет, они наиболее полезны, потому что в них есть пигмент, и этот пигмент является антиоксидантом. Интересно. Пока мы пробовали красный картофель, я придумала, давай, я тебе буду давать картофель с закрытыми глазами и узнаем, угадаешь ты или нет. Ну, просто ради игры, потому что ты же не знаешь, какой вкус. Давай, Юху. Поехали. Закрывай глаза. Все. Так, открывай рот. Как ты думаешь, какой это картофель? Держи. Мне, в общем, кажется, что это батат. Ну, это и не угадал. Серьезно? Да. Это был вот этот синий картофель. Ой! А у него другой вкус. Он какой-то очень терпкий, да? Ну, то ли, может, даже суховат немножко. Ну, не забываем, антиоксидант. Да. Полезность. Все, злошь. А вот этот синий картофель еще снижает кровяное давление. Ну, можно прям, как говорится, в здоровом теле здоровый дух. У меня это актист, а мне его нельзя. Так, ну что, фиолетовый попробуем? Давай. Ммм, здесь, кстати... А вот этот вкусный. Да, мне кажется, как раз-таки он смещает на второе место фиолетовый. Ну, не фиолетовый, но красный. Красный, да. Еще один плюс фиолетовый, знаешь, какой? Так. А тут очень много витамина С. Так что можно не только лимон есть и там всякие цитрусовые, а еще вот, например... Заменить его картофелем. Да, заменить его фиолетовым картофелем. Ну что, давай батат? Да. Ну, батат я пробовала. Сладкий, из него очень вкусные суп-пюре, из него, например, очень вкусные оладушки. Ну, я бы... Какой из необычного картофеля тебе понравился больше всего? Ну, я считаю так. Батат, это уже проверенный временем. Вне конкуренции. Просто многие не знали, что батат это тоже картофель, поэтому он здесь. Да, поэтому, мне кажется, однозначно вот этот картофель так, чтобы... Лидер. Лидер, да. Ну, потом вот этот, ну и вот этот такой самый... Я тебе скажу так. Я бы просто заморочился. Если захочется купить, вы обращаетесь в летучий надзор, мы вам напишем адреса, явки, пароли, где это можно купить. Просто знаете, что такой картофель есть, что он действительно полезен, что можно понижать артериальное давление, что можно есть фиолетовый картофель и получать витамин С, и также эти овощи являются антиоксидантами. Если хотите кого-то удивить, то не обязательно, не знаю, покупать крабы, манго, авокадо, просто купите фиолетовый картофель. Итак, пришло время рассказать всю правду о картошке. Видите, у меня в руках два конверта, в которых название лучшего и худшего из исследованных образцов. Итак, начну со спойлера. Весь закупленный нами картофель безопасен для здоровья. Ну, во всех образцах количество нитратов соответствует нормам. Но в красный конверт попал картофель. Бам-барам-бабам. Премиум ботанический сорт гала, в котором содержание нитратов самое низкое. Ну, а в черном конверте с наибольшим количеством нитратов оказался картофель с Дорогомиловского рынка. Место 115С. Повторюсь, он безопасен для здоровья, но лично я бы выбирала продукт, содержащий минимальное количество нитратов. Чего и вам желаю. Всегда ваша Елена Летучая и Летучий Надзор. И помните, мы работаем только для вас и вашего здоровья. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...